Привет, Хамид! Привет, Марат! Эй, ты круто выглядишь! Где достал такую одежду? Надо уметь жить, мой друг. Слушай, где достать букет цветов? Что, свидание с Гузаль сегодня? К тебе зайду, ты дома будешь? О, Хамид, ты куда идешь? Цветы у тебя красивые, конечно. Я только что Фарита видела. А она Гузаль расспрашивала. Хорошо, придется проучить его, раз сам не образумился. Здравствуй, бабушка! Слава Богу, сынок. Как дела? Все хорошо, сынок. Сынок, Айдар сказал, заглянет вечером. Говорит, что нашел какие-то книги. Наверное, опять про свою религию. Нет, сынок, тебе нужно уважать того, кто тебе был вместо отца. Я его уважаю, мама. Но эти его старомодные идеи... Что польза мне выслушивать это? Старомодные? Это вера, которую отец хотел привить тебе. Ты должен понять это. Ведь ты же татарин. Кто там? Проходите! Здравствуйте! Здравствуй, дядя Айдар! Как дела? Все хорошо. Хамид. Я достал хорошие книги. Про религию. Про пророку Всевышнего Аллаха. И о том, как соблюдать исламские традиции. Могу дать почитать? Вместе почитаем. Эх, Айдарабы, один раз живем. А ты мне все о религии. То, что мне нужно, я уже знаю. Я не говорю, что не верю в Аллаха. Я верю в душе. Этого мне достаточно. Не сердись, Айдарабы. Меня Гузаль ждет. Хамид. Надо быть серьезнее по отношению к Аллаху. Все в руках Аллаха. Слышишь? И твоя жизнь в руках Аллаха. Что это значит? Здравствуй, Хамид. Пойдем отсюда, я ждала тебя. А мне показалось, что ты меня ждала. Не слушай его, Хамид. Пойдем. Нет, здесь кого-то надо проучить, кажется. Ну тогда ты мне объясни. Почему он тебя обнимал? Он только пошутил, Хамид. Я его никогда всерьез не принимала. Ты должна быть только моей. Прекрати со мной так шутить. А мне эти сцены ревности надоели. Ты мне еще не муж. Гузаль! Гузаль! Ладно. Надо поговорить с тобой, красавчик. Люблю поболтать с такими, как ты. Тебе хвостом не надоело быть? Твоя жизнь в руках Аллаха. В руках Аллаха. Хамид, ведь я только тебя люблю. Как же так получилось? Гузаль. Я думал, что я хозяин своей жизни. Но я даже не готов умереть. Попей. Здравствуй. Как жизнь, Хамид. Живой. Ай-да-рабы. Я начал верить в твои слова. Э, Я. Артур. Я. Ай-да. Я. Сейчас я буду учить тебя намаз читать. Еще раз, хорошо завязывай, понял, хорошо. Хорошо. Отец, ты меня звал? Азат, сын, вставай. Пора на праздник Карбан. Здравствуй, доброе утро, привет. С праздником Карбан Байрам тебя. Отец, почему каждый год ягненка режем? Потому что мусульмане должны так делать, чтобы наши грехи были прощены. Много народу? Да, много. Здравствуй, сосед. Здравствуй. Тебя какой-то человек искал. Сказал, что Фарид зовут. Фарид? Спасибо. Что за Фарид? Друг, что ли? Нет. Фарид мне не друг. И тогда пророк Ибрахим, мир ему, объяснил сыну, я должен принести тебя в жертву. Но Всевышний Аллах в этот момент через ангела Гавриила привел одну овцу. Наш Всевышний Аллах многомилостивый, поэтому он человека заменил овцой. Когда проливается кровь вашей овцы, тогда прощаются все грехи того человека, ради которого эта жертва приносится. Здравствуйте, как дела? Здравствуй, Хамид. Слушай, Хамид, мать Кузаль передала из деревни гостинцы. Занести надо? Не смей ко мне домой зайти. Ты что, до сих пор сердит на меня? Все еще в обиде? Успокойся, успокойся. Голос за тебя в ч와 кной киль и через два часа дольте, я буду в чайной ахом. Уум. 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 О, Хамид! Мама через Фарид и гостинцу передала. Опять этот Фарид? Зачем ты так говоришь? Он же нам добрые дела делает. Кто его знает, что он хочет добиться своими добрыми делами? Хамид, ведь я твоя жена, а ты меня все еще ревнуешь. Знаешь, Булат, уже сколько лет стараюсь соблюдать законы шариата и все еще многого не могу понять. Ну вот как можно прощать? Ты про Фарида? Да не только о нем. Смотри, Аллах дал нам именно эти традиции, а не другие, именно эти праздники, именно такой порядок, именно такие ритуалы. Ну и что? Значит, таким образом Аллах Всевышний что-то хотел сказать нам, людям. Я об этом даже и не думал, а я долго размышлял об этом и теперь уверен, что во всех этих традициях есть какой-то смысл, который Всевышний Бог хотел передать нам. И мы, люди, должны понять этот смысл, что Всевышний Аллах хочет сказать нам через это. А если я, как человек, не в состоянии понять этот смысл, то может вообще не стоит так сильно стараться? О, осторожно, Хамид, не богохульствуй. Сколько поколений почитали Аллаха, соблюдая именно эти традиции? Я верю, верю, что Аллах справедливый, благородный и святой. Так вот, зачем Аллах послал нам эти книги? Затем, чтобы мы изучали их и знали Его, приближались к Нему? Скажи мне, ты знаешь Аллаха? Что? Знаешь Аллаха? Не затрудняй меня своими вопросами. Мы Его совсем не знаем, Булат. Да, я хочу понять Аллаха. Ты сам прекрасно знаешь, что Аллах дал людям эти заповеди, чтобы богобоязненные очищали свои души и приближались к Аллаху. Какой же смысл ты еще хочешь? Этот карбан-ягненок угоден Аллаху. И грехи твои прощаются. Этот ягненок поможет тебе пройти через мост Сират над огненной рекой Ада и попасть в рай. Что же тебе еще нужно? Я об этом уже думал. Насколько верно то, что я точно миную эту огненную реку и попаду в рай. Я думаю, что на земле нет ни одного безгрешного человека. Как же быть уверенным, что я достаточно прощен? Можно ли вообще знать об этом? Вот я и хочу найти ответ на этот вопрос. Стол готов. Добро пожаловать. Сынок, айда к столу. Берите. Спасибо тебе, Аллах. Мой Бог. Благодарю тебя. Аминь. И насадил Ибрахим при Версавию рощу и призвал имя Всевышнего Аллаха Вечного. И жил Ибрахим в земле филистимлян, как странник многие дни. И было после всех происшествий. Аллах испытал Ибрахима и сказал ему, Ибрахим, он сказал, вот я. Аллах сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, и пойди в землю моря. И там принеси его в жертву всесожжения на одной из гор, о котором я скажу тебе. Вот я снова иду по твоему призыву, мой Всевышний. Я должен своими руками принести в жертву своего сына. Сынок, Аллах обещал через тебя произвести великий народ. И чтобы Бог исполнил свое обещание, ты должен быть живым, сын мой. Значит, всемогущий может тебя из мертвых воскресить. Мы должны слушаться Бога. Мой Всевышний, я исполню то, что ты сказал мне. Стойте здесь с ослом. Мы с сыном пойдем, поклонимся Богу и потом вернемся. Бога. 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 Айдарабы. Это ты? Салям. Ох, Амид. Сколько лет, сколько зим. Как живешь? Слышал, что ты в Казань переехал? Да, я теперь в Казани. Живу хорошо, слава Богу. А как ты? Как я? Слушай, сейчас едем ко мне и обо всем поговорим. А может ко мне поедем? Я тебя блинами угощу. Ты же любил блины, Кадрии. Ну хорошо, уговорил. Помнишь, Айдарабы, как ты учил меня намаз читать, жертву овцу приносили. Кстати, я слышал, что в советское время коммунисты сажали тебя в тюрьму за твои намазы, за веру. Это правда? Не за намазы, немного по другой причине. Вот как раз за то, что верил в Карбана жертву, принесенную самим Аллашем, и за то, что другим рассказывал об этом? Что-то не понял, Айдарабы? Ну-ка, расскажи. Про это надо долго рассказывать, Хамид. Для начала ты о себе расскажи. Как живешь? Я... О, Хамид. Здравствуй. Здравствуйте. Заходите, заходите. Водка, хорошо. Как у тебя жизнь? Хорошо, как у вас? Ничего хорошо. Как твоя мама? Мама, хорошо. Слава Богу. Очень хорошо. Давайте, заходите. Сейчас чай попьем, как раз блины из пекла. Заходите, давайте. Заходи, Хамид. Вот так и живу, взывая к Аллаху с такими вопросами, дядя Айдар. Вот закололи ягненка на Карбан-Байрам, и все-таки чего-то не хватает в душе. А что не хватает, сам не пойму. Я понимаю тебя, Хамид. Айдарабы. Ты говорил о жертве, принесенную самим Аллахом. Что ты имел в виду? Расскажи. Садись. Как ты думаешь, есть ли у Аллаха наказание за каждый совершенный человеком грех? У каждого греха свое наказание. В таком случае, нужно ли людям прощение и милость Аллаха? Несомненно. Нет безгрешного ни одного? Действительно так. Спасибо, Кадрия. Спасибо, Кадрия Апа. Приятного аппетита. Давай, пей чай. Давай, налью я тебе. Ни одно из своих дел Всевышний Аллах не делает без смысла и без причины. И каждое действие Божье имеет свою цель. По отношению к человечеству у Аллаха существует определенный план. Аллах дал нам эти традиции жертвоприношения через пророков Ибрахима, Мусу и других пророков для того, чтобы приготовить людей для принятия и понимания очень важного откровения от Аллаха. За грехи всех людей Аллах сам принес жертву. И этой жертвой мы выкуплены от наших грехов. Простой жертвенный ягненок не может изменить твою жизнь. А жертва, принесенная самим Аллахом, это не простой ягненок. Но она может изменить всю жизнь человека основательно и полностью. Этот Божий ягненок есть Иса Масих. Пророк Иса, мир ему? Да, две тысячи лет назад он родился от девственницы Марьяма как простой человек. Но он не появился на свет только во время этого рождения. Он существовал вечно, еще до рождения от Марьям. Он вечно был в Аллахе и с Аллахом. И ты знаешь, что Иса родился от Марии без мужчины, так как Аллах послал свое слово в ее чрево. Слово Аллаха явилось на землю в образе человека. Я особо подчеркиваю, поклоняться кому-либо, кроме одного Всевышнего, это грех. И истина заключается в том, что Бог Сам сошел с небес на землю, явил Себя людям через посланника Ису Масиха. Ай да рабы, ты в это веришь? Не то что верю, Хамид. Я живу, я существую этим словом. Но ведь ты раньше меня по-другому учил. Я долго искал истину и нашел. Сейчас, как и прежде, я забочусь о твоем спасении. Вот, возьми эти книги, читай. Спасибо за работу, дядя Айдар. Время идти. Почитаем, подумаем. Не спеши. С тобой все в порядке, Хамид? Мне нужно побыть одному. Ну, тогда я выйду. Продолжение следует... нет бога кроме бога он господь и хозяин всей вселенной аллах не рожден и не рождает да так он сам меня учил этому во имя аллаха милостивого и милосердного отец да сын мой вот дрова вот огонь а где же ягненок для жертвы аллах усмотрит себе ягненка сын мой хорошо поработал сын мой а а а а а а а а хамид пошли спать поздно уже что спать пора сейчас дочитаю я пойду спокойной ночи спокойной ночи ибрахим и обращаем вот я не делу ничего мальчику ибо я теперь видел что ты любишь меня и не пожалел твоего единственного и любимого сына ради меня а Вставай, сын мой, вставай! Вот божий ягненок вместо тебя! Дай веревку. Мною клянусь за то, что ты сделал это дело и не пожалел своего единственного сына, благословляя, благословлю тебя, и благословенны будут в семье твоем все народы за то, что ты послушался голоса моего. Эту книгу мне дал Айдарабы. Мне трудно было умом согласиться с его словами, но внутри себя я чувствовал, что заполняется какая-то пустота от его слов. Противоречия стали раздирать меня внутри. Не знаю, что думать. Что ты скажешь? Мне это нравится. Как красивая сказка. Но Айдарабы говорит, что живет этим, что долго искал и нашел Аллаха. Я немного боюсь, Гузаль. Если это окажется истиной, то я в это поверю. Что? Как это? Ты подумай о родственниках. Если они узнают, они могут отвернуться от нас. Я знаю, Гузаль. Вот из деревни от мамы гостинца тебе, Гузаль. Большое спасибо, Фарид. Да не за что. Как дела у твоей мамы? У нее все хорошо. Давай я ей гостинцы передам. Не надо, не суетись, ничего не нужно. Ты чего сюда пришел? А ты, Хамид, не изменился. Все тот же. Больше, чтоб здесь не показывался. Ты что, с ума сошел? Он привез гостинцы от мамы. Тебя не спрашивают. Свиданка закончилась. А вам? Можно себя не затруднять гостинцами. Жалко мне тебя, Хамид. Ты все еще не доверяешь мне? Я же твоя жена. Ты ревнуешь меня к Фариду? Опять этот Фарид? Спокойно жить не дает? Ты не прав, Хамид. Проблема не в нем. Это ты его никак не можешь прости. Аллах велик. Мой давний враг пришел ко мне. Забыл о старой вражде, а я не могу простить его. Теперь моя жена не хочет со мной разговаривать. Если раб Божий пришел с миром, прости его. Если твоя жена не согрешила пред тобой, извинись перед ней. Я не знаю, как мне исправить то, что я наделал. Что мне сделать, чтобы она меня простила? Если перед Аллахом мы получим по нашим заслугам, то какую надежду мы можем иметь в будущем? Мы не можем все знать, но мы знаем то, что Аллах милостивый и прощающий. Да, я верю в это. Ведь мы говорим во имя Аллаха милостивого и милосердного. Я каждый год приношу жертву в поисках прощения грехов. Мулабы, вот вы служитель Аллаха, учились и много знаете. можете ли вы сказать, что после смерти в будущей жизни вы точно попадете в рай? Никто из живых людей не может знать этого. Это будет известно только после суда вечного. ты должен верить, что Аллах справедливо разрешит это. Этого никто не может знать. Тогда я пропал. Я верю в это без всякого сомнения. Когда настал его заранее определенный час, ему ни в чем не повинному человеку приписали наказание и виновность и подвергли наказанию. но эта вина была наша. Делая так, Аллах показал свою любовь к людям, взяв всю нашу вину и грехи, подложив все на этого жертвенного ягненка Ису-Масиха. Аллах сделал это, чтобы каждый поверивший в это был прощен и освобожден от груза греха и болезней. Таким образом, принесенный в жертву по Божьему плану, Иса был убит, пригвожденный ко кресту и положен в гробницу. И на третий день Аллах воскресил из-за мертвых своего закланного в жертву ягненка. Иса Масих воскресший явился живой к ученикам, побыв некоторое время с ними, укрепил их веру и вознесся на небеса к Аллаху. Возвращаясь на небеса, он дал такое повеление, как должно было пострадать Масиху и воскреснуть из мертвых в третий день и проповедану быть во имя его покаянию и прощения грехов во всех народах. И я знаю, что Иса мой спаситель, он и за тебя заплатил. Прими же эту жертву, которую Аллах сам принес за тебя. Верь. Я? Почему я должен принимать его? Потому что это Божья воля. Другого бесплатного прощения от Аллаха нет. Прощение это его подарок. Я стараюсь исполнять все традиции. Каждый год я приношу в жертву ягненка скажи же что я попаду в ад а ты думаешь что ты спасешься? Ты не можешь простить Фарида. Я твои взаимоотношения с Гузалей о которых ты рассказывал мне сам. тебя ты не можешь ты не можешь